Проект Слипсторис. Засыпай с бомборой. Ольга Савельева. Попутчица. Рассказы о жизни, которые согревают. Введение. Мне кажется, Бог выбрал меня тренажёром. Он придумал испытания, которые нужно пережить, чтобы потом, когда всё будет позади, я могла отдышаться и оглянуться назад, на пройденную трассу сложностей, каждое препятствие, на которой состоит из слёз, неврозов, тревог, псориазов, бессонниц, нервов и искусанных в кровь губ, осознать какую-то новую истину и, окрылённое этим знанием, идти по жизни. Мне сразу хочется писать о своих открытиях, будто я что-то поняла, и этим знанием необходимо поделиться. Я очень часто слышу от читателей две вдохновляющих меня фразы. «Оля, вы написали про меня, и...» «Я не знала, как поступить, а тут ваш текст, и он как знак. Теперь я знаю, что делать». После этого у меня внутри поднимается флажок с надписью «Не зря», и хочется написать ещё много нужных и полезных текстов. В этой книге я собрала коллекцию эмоциональных, ярких и добрых рассказов. Всё это случилось со мной, моей семьёй или близкими людьми. Каждый рассказ — это не просто рассказ. Это маленький тренажёр для души. Таблетка добра. И даже если главный герой не очевидна положительная личность, или описанные события тревожны и неоднозначны, то всё равно, в кульминации долгожданное солнце взойдёт на горизонте. Многие из этих эссе прошли проверку качества. Они были опубликованы в моём блоге и получили мощнейший фидбэк от замотивированных ими на хорошие поступки людей. Я поняла, что мы живём в дефиците добра и вдохновения. Именно поэтому так важно иметь дома концентрированный источник положительных эмоций. Эта книга — ваш личный добробук. Если вам грустно, тревожно и слякотно на душе, откройте её. Там между страничек гербаре из ваших потерянных улыбок. Мне хотелось, чтобы вам было со мной уютно. Я приглашаю вас в своё купе. И там, за чашкой чая в красивом подстаканнике, мы будем просто болтать за жизнь. Смеяться, грустить, жить. Проходите, пожалуйста. Не дует? Вам сколько сахара? Лимон положить? Приятного чтения. Ваша попутчица. Басня. Сделала сегодня макияж. Ярко накрашенные глаза и накладные ресницы. Утром были съёмки. А сейчас я, не смыв косметику, бегу на родительское собрание в школу к старшему. Младшая со мной в коляске. Слышу, как меня окликает Таня. Таня живёт через дорогу. Я замедляю шаг, жду её. О, какая ты нарядная! Таня, говорит Таня, вместо приветствия намекая на макияж. И добавляет. Всё стрекозишь. Стрекоза в басне Крылова. Лето красное пропело. Оглянуться не успело. Таня намекает, что я стрекоза. И я как бы пою. Хлопаю ресницами и взлетаю. В то время как она, Таня, муравей. И Паша, цвета белого не видя. Таня работает мамой троих детей. Работающие и неработающие мамы – это два лагеря. Они, пока не произойдёт ротация из одной группы в другую и обратно, проповедуют разные ценности. Как автомобилисты и пешеходы. Пока ты пешеход, ты уверен, что эти понторезы на тачках прут на таран и плюют на зебру, по которой ты красиво шагаешь. А как только садишься за руль, сразу думаешь, что все пешеходы – это зазнавшиеся черепахи, которые будто специально ползут по зебре перед твоим лобовым стеклом. Так и мамы. Работающие уверены, что они пашут на износ, и их участь тяжела и неподъёмно. Неработающие уверены, что сидеть дома с детьми – самая сложная работа на свете. Потому что в ней много рутины. Кашу вари, попу мой. А все эти офисные барышни – просто кокетки и вертихвостки. Я принадлежу сразу к обеим категориям и могу судить. Поэтому считаю, что глагол «стрекозить», да ещё сказанный таким снисходительным тоном, точно не про меня. Чтобы «пострекозить» в кавычках, сегодня на съёмках я встала в шесть утра. Приготовила завтрак, собрала и отправила в школу сына, подняла, накормила, собрала дочку, доехала с ней по пробкам до студии, сделала мейк, прическу, отснялась с маленьким своенравным ребёнком. Это была фотосессия для проекта об особенных детках, о том, что жизнь в статусе инвалид продолжается. Сейчас, пока я в декрете, писать моя основная работа. Я лидер мнений, и мне важно говорить правду. Мне есть, что сказать этому миру. Потом дочка заснула в машине, мы приехали домой, я затащила её прямо в кресле в квартиру, а пока она спала, приготовила обед и написала пост для блога. И вот сейчас, пока мультиварка без моего участия доваривает суп, я уже бегу за сыном. И да, я не успела умыться, поэтому бегу с вечерним макияжем. Я выпила первую чашку кофе в шесть утра, вторую я пью сейчас. И ничего не ела, потому что некогда. — Стрекозю, Тань, — отвечаю я. — Как говорила Зинаида Гиппиус, если надо объяснять, то не надо объяснять. — А у тебя как дела? — спрашиваю я вежливо. — Да нормально. Вот, бегу сдать анализ Колькин в лабораторию. — А что, Коля заболел? — участливо спрашиваю я. — Коля — средний сын Тани. — Нет, просто у него такой твёрдый кал и круг лишками. Я не знаю, это нормально? — Я задумываюсь о том, что совершенно не интересуюсь продуктами жизнедеятельности, производимыми моими детьми. Я не знаю их твёрдости и консистенции. По меркам Тани я плохая мать. Или у него пойдём именно ни одной слайды. Продолжение следует...